Кикбоксинг, спорт или билет в большой бизнес? Можно зарабатывать и зарабатывать. Где будешь ты? В инвалидной коляске или на мировом Олимпе? Запах крови, запах ударов. Ради победы отказаться от яблок и женщин. Ты на это готов? Желательно воздерживаться минимум 10 дней. Один в поле не воин. Кто за тобой? Отвези его, хуй! Отвези, говорю! Дай его тебе! Около мне отпускай его оттуда! Что лучше? Самодельные мячи? Там, там, я ну, вернулся. Или инновационные технологии? Возможно сжечь до полутора килограмм жира. Пробежка под снегом? Или стальные иглы? А там иглы. И куда в итоге приводят мечты? Выходишь на сцену, ты все, ты уже совсем другой человек. Они незнакомы. И впервые встретятся на ринге. Две восходящие звезды кикбоксинга. Кто победит? Кикбоксинг. Проверка на прочность. Преодолей страх. Не чувствуй боль. Поднимись после нокаута и выиграй. Победить на ринге значит победить в жизни. Это двойная победа. Кикбоксинг. Двойной удар. Еще не прошел синяк под глазом, и от удара все еще ноет колено. Но он снова спешит в зал. Здесь, в Подольском районе, деревне Быково, в старинном здании с плохим отоплением, тренируется перспективный боец Виталий Фархуддинов. Но сегодня он с другой миссией – передать опыт младшим. Добрый день трудовому народу. Давайте поработаем над комбинациями, разобьемся по парам. Для маленьких кикбоксеров Виталий – настоящая звезда. На его счету 11 профессиональных боев, 8 побед, 4 из которых нокаутом. Смотри, когда ударил, ручку возвращай назад. Раз, два. Раз, два. Быть чемпионом непросто. А вот стать лучшим из лучших – задача посильная единицам. Я себя не представляю просто без спорта. Виталию Фархуддинову 25. Он мечтает стать чемпионом мира. А для этого нужны опыт и статусные победы. Впереди очередная ступенька к спортивному Олимпу. Бой с серьезным противником – 22-летним Камилем Муртазалеевым. Сможет ли Виталий одержать победу и приблизиться к своей мечте? Камиль Муртазалеев тренируется в бойцовском клубе, который входит в десятку лучших в мире. Евроремонт, лучшая система кондиционирования и современная музыка – не повод расслабиться. Около двух-трех часов пленировка проходит, где я выкладываюсь на последнюю каплю пота. Прохожу первым, ухожу последним. Пробежка на беговой дорожке. И наставление заслуженного тренера Александра Бабина. Левое колено. Болит у меня. А, и колено, и нога болит, все болит. Еще не успела пройти травма ноги с прошлого поединка. А Камиль уже отрабатывает удары. Я не должен тебя задевать. Почему я опять задел? Никогда не жалуйся на боль. Первое правило бойцовского клуба. Только когда очень жесткий контроль, когда выжимаешь с них все, тогда они достигают успехи. Все помнят, как второй тренер Камиля, двукратный чемпион мира Александр Липовой, одержал победу даже после перелома. Сломав ногу, готовлюсь к этому турниру, я вышел на бой через 7 месяцев. Хотя врачи мне прогнозировали только через 2 года начинать заниматься спортом. Я имел полную возможность по второму разу сломать ногу. И я вышел, никто этого не знал, никто этого не видел. Помимо этого, во втором раунде я сломал палец на ноге и остался боксировать. И выиграл этот бой. С меня даже снимали очки за то, что я не бил ногами. Но я выиграл бой на руках. О том, как Камиль готовился к бою с противником, мы узнаем после рекламной паузы. Лучшая подготовка к бою – спарринг с сильным противником. Рука где? Шамиль! Левую руку тут держать надо. Камиль готовится ко встрече с Виталием Фархудиновым. На его счету более ста любительских боев в боксе и кикбоксинге. Однако для него это будет первый профессиональный бой, в котором он намерен победить, чтобы приблизиться к своей главной мечте. Достичь тех высот, которые на данный момент присутствуют в нашем кикбоксинге. Ну и в боксе. В боксе – это олимпийские игры, в кикбоксе – это чемпионат мира. Виталий тоже мечтает достичь самых больших высот в спорте, чтобы потом поделиться своими знаниями с детьми и воспитать новых чемпионов. Я думаю, дальше там, то есть будет уже физически, да, то есть я не смогу преодолевать там более молодых спортсменов, да, и поэтому уйду, наверное, в тренерскую деятельность. Он с радостью помогает малышам ставить удары. Ага, молодец. Полегче, полегче, ребят. А после – в театр. По образованию – Виталий артист театра и кино. В свободное от тренировок время он играет на сцене Дома культуры Федюкова. В детской сказке «Морозка» доброго молодца Ванечку. Мы находимся в гримёре нашего театра. И вот здесь всё происходит, да, здесь происходит переодевание, перевоплощение в разные образы. Некоторые артисты могут обходиться без грима, играть жестами, мимикой, взглядом. Но Виталию без грима никак нельзя. Сегодня анбоксировала, через 2-3 дня тебе нужно выступать в спектакле, и у тебя остался где-нибудь синячок, либо царапина, и гримом закрылся. И выходишь, как новенький. Художественный руководитель театра Виктория Новикова считает, что с Виталием им очень повезло. Он превосходно справляется с своей ролью. Он очень обаятельный человек. Чувствуется, что он искренний, что его подход к театру настоящий. И репетировать с ним одно удовольствие. На сцене, как на ринге. Страшно только вначале. Когда ты выходишь на сцену, ты получаешь те же эмоции, те же переживания, когда выходишь на ринг. Соперник Виталия Камиль мечтает о славе, деньгах и бизнесе. Как у его тренера Александра Липового. После того, как я покину спорт, не знаю, что я могу мечтать. Наверное, чтобы также открыть бойцовский клуб свой. Помимо этого, помимо зала, еще можно работать над своей жизнью, над бизнесом. Кумир Камиля Александр Липовой – двукратный чемпион мира. Владелец бойцовского клуба. В моем клубе самое современное оборудование. Тренируются топ-бойцы. Обычно тренировочная база чемпионов закрыта от посторонних глаз. Однако Липовой изменил правила. Шанс тренироваться с чемпионами теперь есть у всех. Тренируясь с лучшими, ты только можешь стать лучшим. И боксируясь с лучшими, ты можешь стать лучшим. А у меня лучшие. У меня собраны топ-10 бойцов мира. Камиля и другие бойцы тренируются по специальной методике, которая объединяет в себе самые инновационные технологии. Этот аппарат, он генерирует горный воздух. Нам не надо ехать в горы, чтобы ощутить горный воздух. Гипоксическая тренировка не для слабаков. Из аппарата в маску через шланг поступает разряженный горный воздух. Мини-стресс для дыхалки и сердца. Выдержит не каждый. Потенциал и резервы организма увеличиваются за счет собственных ресурсов втрое. Вот такая идет работа. Работай на мешке легонько. Держи. Обрасывай тихонько. Вот благодаря этому возможно сжечь до полутора килограмм жира. Год назад, готовясь к чемпионату мира, Липовой стал первым спортсменом-единоборцем, кто опробовал гипоксическую тренировку. И выиграл. Сегодня в свои 37 он остается сильнейшим действующим кикбоксером с мировым именем. Александр готовится к новому бою. И повторяю, возраст не помеха. Человека ограничивают только его возможности. Впереди бой за титул чемпиона мира по Р1 в марте месяце с очень сильным голландцем. Когда от изнурительной тренировки устали руки и ноги, Липовой в спортивных брюках и сланцах поднимается на второй этаж в кабинет. Поработать головой. Ираклий, я в кабинете буду, сейчас тут встреча. Здесь пока побудешь, хорошо? На столе документы и укрепляющий иммунитет капельница. Липовой успевает все. У меня через две здесь находится медкабинет. Выйдя отсюда, у меня находится здесь буфет. Все в шаговой доступности. После тренировки я иду на массаж. Все необходимое для существования жизни. К вечеру усталость ума и тела. Не страшно. Ведь можно нырнуть в кровать без всяких пробок. Десять шагов из кабинета. И вот она, спальня холостяка. Берлога именитого чемпиона. Для многих спорт – это дорога в жизнь. В этой маленькой однокомнатной квартире на окраине Подольска живет многодетная семья Долговых. Глава семейства Юрий, в прошлом неореализованный боксер, с гордостью говорит о победах сына и умалчивает о собственных упущенных возможностях. Ну, как-то там приболел, то одно, то другое, то аппендицит. Отец Коли – самый ярый болельщик и верный наставник. Все соревнования сына он снимает на камеру. Разбор боев дома у телевизора. Иногда доходит до слез. Как только голова опустилась, сразу идет удар с колена. Одна и та же ошибка у тебя постоянно. Одна и та же. Отложив все дела, Юрий везет Колю на тренировку. Не хочется второй раз упустить чемпионство, пусть и в лице собственного сына. Я хочу стать чемпионом мира, потому что, во-первых, они очень много зарабатывают, то есть они очень крутые. Помочь семье, там как-то квартиру большую, дом, машины хорошие. Когда отец рядом, халтурить нельзя. Коля старается изо всех сил. И дергаешь челночки ножками, дергаешь противника, смотришь, представляешь, смотришь, там закрыт, не закрыт, весь плечиком закройся, вот видишь, вот. И дергаешь противничка, прям, чам, чам, ногами напрягаешь. А теперь кувалдой по шине. Упражнение на дыхалку и координацию. Тренер считает, что в спорте, как в жизни, большего успеха добиваются те, в кого верят близкие. Кикбоксинг. Всего лишь спорт или билет в большой бизнес? Можно зарабатывать и зарабатывать. Кто стоит за чемпионами и большими победами? Роль родителей, она вообще необходима. Как согнать вес за один день? Ты одеваешь на самом деле на себя кучу одежды, я не знаю, три-четыре свитера, три-трое-четверо штанов. Один в поле не воин. Кто за тобой? Да, вези, мать, блядь! Вот так, вези, говорю! Да, вот, вези! Куклу не отпускаю его от угла! Что лучше, самодельный мячик? Он там, я ну, увернулся. Пробежка под снегом? Или стальные иглы? А там иглы. Они не знакомы и впервые встретятся на ринге. Две восходящие звезды кикбоксинга. Кто победит? Здравствуйте. Вот наша собака тоже чемпион. Ах, свобода по часу. Мама Виталя, Ольга, встречает гостей. Новая скатерть, горячий чай и конфеты. Сердце матери неспокойно. Впереди у сына сложный бой. Чтоб все было удачно, чтоб он выиграл. Ой, я все, я волнуюсь, я не могу. Виталий из спортивной династии. Каждый в семье понимает, сына за победу может быть высокой. Мать в прошлом дзюдоистка. Отец каратист. Да и старший брат, действующий кикбоксер. Настраиваться, конечно, на победу. Нужен четкий ум. То есть холодный рассудок и горячее сердце, как говорим. В этой семье не уговаривают съесть еще кусочек. Все понимают, у Виталия диета. Перед боем нельзя жирное, соленое и яблоки. Может повлиять на песни, но это смогут травить песни. Виталий не засиживается за столом. Вторые брюки для сгонки веса. И во двор. Цель за несколько часов сбросить 3 килограмма. Мне сказали, если на утро ты не приедешь в весе, то мы тебя снимем с турнира. Ты одеваешь на самом деле на себя кучу одежды. Я не знаю, 3-4 свитера, 3-4 штанов. И все время работаешь, 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 работаешь. Никаких беговых дорожек и современных гипоксических аппаратов. За железной калиткой снег и широкие дороги Подмосковья. Возле дома, под непрекращающимся снегом, когда на столбике термометра уже минус 15, Виталий продолжает готовиться к бою. Скромный турник и боксерская груша. Вот весь инвентарь. Вон там пянул, повернулся. Нарабатываешь и защиту, и атаку. К концу третьего часа спарринг со старшим братом. Никакой ревности. Победит сильнейший. Противник Виталия Камиль занимается кикбоксингом с 8 лет. Несколько лет назад перспективный боец приехал из маленького дагестанского городка Гаспийск в столицу за новыми победами. Запах крови, запах ударов, желание подраться с кем-то, побить кому-то лицо, чтобы не набили лицо. То же самое, там, сломанный нос, разбитый зуб, разбитая губа. Дядя Рамазан, в прошлом тренер по карате, приютил Камиля в своем доме, в подмосковном Красногорске. Поддержать племянника не только словом, но и делом – задача родственника. Дядя показывает, как перед ответственным боем надо укреплять иммунитет и прямо в гостиной, не раздумывая, прыгает на коврик со стальными иглами. А там иглы. Древнейший восточный способ поддержания формы дается бойцу непросто. Но спорить с авторитетом старшего не позволяет воспитания. И Камиль смиренно подчиняется. Если ты каждый день, утром, днем и вечером будешь становиться на этот коврик, я тебе говорю, у тебя больше верятствия, что ты выиграешь свой соперник. У него нету коврика этого. Никаких отговорок, считает дядя Рамазан. И показывает следующее упражнение. Стойка на руках. Одобрения старшего дорогого стоят. Теперь можно сразиться на ринге. Бокс на диване, как любит дядя Рамазан. В виртуальном поединке у него есть шанс выиграть. Сейчас я тебе... Я сейчас тебе устрою. Пошел! Вот так, вот так вот! Вот так вот! Молодец, молодец! Лево, право, право, право! Право, право, право! Пошел! Ты чего бегаешь? На чемпионат Камиля провожает племянник Цахаев, тоже начинающий кикбоксер. Скоро на ринге столкнутся две восходящие звезды кикбоксинга. Желающий поделиться своим опытом с детьми и мечтающий получить от жизни все. Кто победит? Виталий Фархуддинов или Камиль Муртазалиев? Пока младший Фархуддинов болтает ножками, старший брат собирается на бой со спокойствием победителя. Виталию удалось за сутки сбросить три килограмма. Дело за малым. Дождаться своего часа. Бандаж, защита, в общем говоря, мужского достоинства. Удеваешь, выходишь в подшорты. Капа. В зубы беешь нужно тоже. За спиной у Виталия 11 профессиональных боев в кикбоксинге. У соперника 53 любительские. В Подольске уже все готово к профессиональному вечеру кикбоксинга. Привезены кубки и установлен профессиональный ринг. Желательно находиться в центре ринга. Были такие случаи, когда спортсмены даже на профессиональных боях вывалились за канаты. Спортсмены готовятся к бою. Брат помогает Виталию бинтовать руки. Чтобы удар был жестким, из лейкопластыря друзья и родственники в несколько рук делают вот такие скрутки и слоями выкладывают на тыльную сторону ладони. Чтобы рука, кулак был зафиксирован при ударе. В противоположном углу разминается камень. А теперь 10 прыжков коленем вверх подтягиваю. Тренер Александр Бабин дает последнее напутствие. Выйти и в первом же раунде сделать разведку жестко, уверенно. Никаких жалений, ничего. Ты помнишь меня? Камиля, как и Виталия, приехал поддержать родной брат. Гаджи Муртазалеев. Тоже спортсмен. Призер первенства мира по вольной борьбе. Как может брат болеть за брата? Всей душой, всем сердцем буду. За него все болеют. Да, я все в ринг готов буду. За него. Зрители в предвкушении. Профессиональный кикбоксинг. Это вам не шутки. Сегодня у нас вечер будет также по профессиональному кикбоксингу К1. Тут можно увидеть больше нокаутов, больше зрелищ. В основном, когда люди приходят на такие мероприятия, им хочется увидеть, как люди падают. Увидеть, кому-то хочется больше крови. В профессиональном кикбоксинге ребята боксируют без шлема и без защиты на ноги. Группа поддержки разогревает публику. И вот главный бой вечера. Весовая категория до 70 килограммов. Встречаем Красного Рига. Представим, Акутина. Виталий из православной семьи. Поэтому перед рингом боец опускается на колено и молится. Профессиональный дебют, дамы и господа. Встречаем синий уэл Рига. Камиль. Мужца за три. Первый раунд достаточно осторожный. Соперники изучают друг друга. Ой, хорош, молодец. Первая уверенная атака Камиля. Виталий контратакует. Липовой наставляет Камиля во все горло. Но перекричать взволнованную публику невозможно. Время истекло. А я о чем с тобой говорю? Да то, что ты побил, вышел, побил, да? А ты стоишь, ждешь. Зачем ждешь? Кого ждешь? Ближе, ближе. Сори, раз, раз. Лево, лево. Бум, бум, бум. Жестко. Лево находится разножки. Он только проваливает. Он не блокируется. Разножку, бам, разножку, бам. И опять води, води, води. Ба-ба-бам, заполняй бал. Второй раунд. Кто болеет за Камиля? Да. Азовы, залия. Болельщики напряжены. Кто победит? Бойцы вымотаны. Но впереди решающий третий раунд. Камиль получает сильный удар в голову. Старший брат не может сдержать эмоции. Камиль решительно атакует. Ведь за ним лучший тренерский состав, большая семья и весь Дагестан. Виталий снова встречает контратакой. Подмосковье отчаянно болеет за подольского спортсмена. Никто не жалеет ни голоса, ни сил. Стар, вот здесь. Куку на луне отпускаем его оттуда. Голеты брать. Давай, коленки туда. Разборачивай, голеты, работай. Разгоряченные, уставшие бойцы расходятся по углам. Результат третьего раунда разочаровал обоих. Ничья. Судьи предлагают экстра-раунд. Дамы и господа, решение судебской коллегии. Экстра-раунд! Поаплодирую, дорогие друзья. Последний раунд. Вот где пригодятся упражнения на выносливость и дыхание. Давай, давай, давай! И, наконец, после долгого обсуждения судей, результат. Дамы и господа, и до завершения судей победу одержал красного лига Виталий Пахун-шпинат! Виталий с синяком под глазом, уставший, но счастливый, принимает поздравления и пробирается в раздевалку к самым близким – отцу и брату. Ты красавчик, бля! Мы не зря за тебя кричали, ё-моё! Подарок с нас, бля! Молодцы! И мне такие бои очень нравятся, потому что ты на таких боях растёшь, в реальности ты становишься чуть-чуть лучше и преодолеваешь семью, на самом деле. Я сегодня большой урок для себя как бы усвоил, да? Камиль переводит дыхание. Боец, он хороший, что касается духа морального. Ну, а так он, на самом деле, для меня он лично чувствовал, просто у меня было мало времени на этот бой. Немножко переволновался, немножко подгорел, как это бывает, поэтому не хватило просто самого простого дыхания, потому что это дебют, он дебютировал по классу, по технике, всё было ровно, он его превосходил на ручках. Виталий приподнимает отца не в силах сдержать эмоции. Сегодня он одержал очередную победу. Каждый из них приближает к спортивному Олимпу. И не важно, где висит боксерская груша, в бойцовском клубе или на дереве, шанс победить есть у каждого.